Здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер медицинский центр призма. А у нас в студии Дмитрий Корничук, которого мы очень рады видеть. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вот вы как-то так оптимистично с нами поздоровались, это потому что вы вот ожидаете локдаун, признаетесь честно, или не совсем? Ну, потому что я понимаю, что, к счастью, этот локдаун это будет уже полная имитация по сравнению с тем, что было весной, то есть по домам нас закрывать уже не будут, общественный транспорт останавливать, судя по всему, не будут, то есть это будет такая некая имитация локдауна. Ну, собственно, наверное, это и хорошо, потому что люди весной убедились, что власть пользуется локдауном исключительно в своих политически-коррупционных целях, поэтому общество сейчас уже злое, общество сейчас не готово воспринимать никакие локдауны, понимая, что все разговоры власти о том, что мы хотим прерывать цепочку заболеваний, или там мы делаем это в ваших интересах, это не более чем пустая болтовня, а в итоге просто людей оставят без работы, без дохода, ну, как это люди уже весной убедились, поэтому благодаря все-таки скептическому и такому, знаете, даже не скептическому, агрессивному настрою общества, этот локдаун будет имитацией, ну, в крайнем случае, это меня уже радует. Ну, не знаю, можем ли мы этому радоваться, потому что вот локдаун в связи с коронавирусом, означает ли это, что в декабре политическая жизнь подзатухнет и где-то возобновит свою активную деятельность только в конце января, или вот все-таки еще Верховная Рада понапринимает кое-какие законы, в том числе, например, вот бюджет проголосуют, или, например, там какие-то законы под требованиями Международного валютного фонда, потому что денег хочется, потому что денег как-то и нет. Ну, начнем с того, что тема вот этого локдауна и коронавируса активно педалируется в обществе властью и во всех средствах массовой информации, там, в собственных интересах. Потому что ведь мы, начиная с ноября, как начали обсуждать этот потенциальный локдаун, и в декабре мы тоже будем эту всю тему обсасывать, и это полностью все, там, телеканалы это обсуждают постоянно, там, все СМИ, там, соцсети и так далее, но при этом мы не обсуждаем те темы, которые в реальности более важны, да, то есть мы не обсуждаем итоги местных выборов, где Слуга Народа, давайте говорить, откровенно, катастрофически проиграла, потому что, несмотря на якобы самое большое количество депутатов, в реальности Слуга Народа не имеет своих мэров, практически не имеет своих глав облсоветов, ну, то есть Слуга Народа проиграла эти выборы, но мы это не обсуждаем, да. Мы не обсуждаем повышение цены на газ для населения с 1 ноября до, там, с доставкой практически до 10 гривен за куб, я постоянно об этом говорю, что такой цены не было даже при президенте Порошенко, то есть тогда максимальная была 8,5 гривен, сейчас 10, то есть люди еще просто не получили платежки, еще не поняли, во что им выльется это повышение цены. Мало того, вчера была годовщина замечательного ролика, который записывал Зеленский год назад, веселый, где он там шагал на тренажере, говорил, «Привет, у меня яркая новина», там, бла-бла-бла, о том, что наступного опаленного сезона тарифы на газ, на опалывание будут снижены в два раза. Только вы, Дмитрий, помните этот ролик. Да, я помню, я обладаю хорошей памятью, в отличие от большинства наших людей, к большому сожалению. В итоге у нас этой зимой цена на газ по сравнению с прошлой зимой выше приблизительно на 3 гривны. Они в два раза дешевле, как Зеленский рассказал. Это просто одно из многотысячных, скажем так, фактов вранья Зеленского, которое я постоянно везде указываю, которое показывает, на самом деле, что Зеленскому совершенно плевать на украинцев, плевать на то, что люди не могут выживать с этими тарифами, не могут выживать с копеечными зарплатами и пенсиями, но это Зеленского не волнует. То есть его задача постоянно врать и заниматься своими, там, собственными коррупционными делами. Дальше, тема коронавируса у нас, даже не столько коронавируса, а локдауна. То есть мы что-то говорим не столько коронавируса, сколько локдауна. Закроют, не закроют. То есть, да, отвлекает нас от того, что на Донбассе нет никакого мира, обещанного Зеленским. И, похоже, обмена пленными до конца года не будет. Никаких обменов пленных, никакого продвижения минских соглашений, никакой встречи на романской четверке очередной. Все то, что это, опять же, нам врал Зеленский, все байки, которые он сказал, ничего нету. Отвлекает нас внимание от того, что полупустой бюджет. Отвлекает наше внимание от того, что деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, были раздеребанены, они не пошли по тому, скажем так, назначению, для которого они выделялись. То есть отвлекает нас от волыкового будивництва, где приходовали десятки миллиардов люди, близкие к президенту. Я так понимаю, что президент тоже с этим что-то получил, потому что иначе бы он так яростно не прикрывал эту большую стройку. Отвлекает нас внимание от того, что не хватает койко мест на местах для больных коронавирусом. То есть вся вот эта файковая статистика, которую дает власть о том, что у нас 50% свободных коек, ну тот, кто сталкивался по регионам, знает, что свободных коек нет. И больных коронавирусом всех отправляют домой, лечить из дома. Вот, все, что предлагает власть. Отвлекает внимание от того, что не хватает кислорода, который должен был быть закуплен с коронавирусного фонда еще весной этого года. Отвлекает внимание от того, что власть не готовит никаких мобильных госпиталей на случай увеличения количества больных. А мы видим, что статистика показывает, что количество больных все больше. А не использует ресурсы, скажем так, ведомственных больниц и ведомственных учреждений, которые можно использовать для увеличения количества койко мест. То есть Академия медицинских наук, здравниц, санаториев и прочее. Все то, что находится на балансе государства. Это все никто не использует, и власть ничем не помогает регионам. Но зато украинцы прекрасно видели, что когда заболел, ну, наверное, заболел, я, честно, под большим сравнением ставлю, но предположим, что заболел президент Зеленский, Ермак, то лечили их в Феофании, в элитной, одной из самых лучших больниц в Украине, где был Зеленскому предоставлен самый лучший уход, где были на любые случаи все препараты, за бюджетный счет, напомню, лучшее медицинское оборудование, ежедневно ему делались тесты, то, о чем украинцы могут только мечтать, потому что украинцы, если или за свой счет делают, что немногие могут себе позволить, или за государственные только результаты приходят через неделю. А Зеленскому сразу, знаете, там, все не сделали, сразу результат получил. То есть, а что нам Зеленский рассказывал, о том, что там чиновники будут лечиться в обычных больницах, ну, это все эти басни, сказки и так далее. Ну, в итоге мы убедились, что Зеленский заболел, он лечился в ВИП-условиях. То есть, в Феофании, в которую простые украинцы попасть не могут. И именно, кстати, поэтому же я говорю о том, что Зеленскому совершенно плевать на украинцев, и на простых граждан, и на то, что деньги из коронавирусного фонда были раздеребанены, потому что, если кто-то заболеет, потому что он знает, что если он заболеет, его семья заболеет, его друзья по 95-му кварталу, которых он расставил везде во власти, они будут лечиться в Феофании, там все есть. А в больницах местных, ну, так ему плевать, он же там не будет лечиться. Он же только нам это в видосиках рассказывал, или там в этом своем юбористическом сериале показывал, о том, что он простой парень с народом будет, как все, да. Ну, в итоге мы же увидели, да, живет на госдаче, где там дети какие-то мифические должны были. То есть Зеленский полностью живет на государственном обеспечении, на госдаче, лечится в государственной больнице, там. Ну, так, наверное, президенту положено. Да, оно так положено. Только не надо байки рассказывать людям перед этим о том, что ты будешь такой, как все. Мало того, окей, президента можно обеспечивать, да, но вы же одновременно людей обеспечиваете, да. Но если вы рассказываете, что у вас нет денег в бюджете на медицину, если у вас нет денег, ну, точнее, есть, но они там перенаправлены на другие цены были, то чтобы людей элементарно кислородом обеспечить в больницах, потому что люди умирают, да. И при этом президент цинично, да, лечится в ВИП-условиях. Ну, так это цинично, да, это как бы, это плевок в лицо людям. Но, опять же, тема локдауна и от этого нас отвлекает. И от феофани нас отвлекает. То есть это все только политтехнология, которую мы должны обсасывать. Вот мы два месяца, мы два месяца ее обсасываем. Будет локдаун, не будет локдаун. То есть плюс мы должны, конечно же, не смотреть, обсасывая тему локдауна, мы не должны смотреть, какой бюджет сейчас будут принимать. А вы посмотрите на этот бюджет. Это, ну, это же не то, что бюджет выживания, да. Ну, то есть я его называю, знаете, таким коррупционно-геноцидным. То есть все коррупционные схемы для Зеленского, как и в предыдущем бюджете, остаются на месте, да. Ну, а для украинцев, знаете, как всегда, мы вам будем проводить экономический геноцид. Потому что когда в бюджете выделяют на борьбу с коронавирусом, сколько там, 14,5 миллиардов они собираются выделить. Это, сколько там, во сколько раз меньше, да, ну, там, условно, в 4 раза меньше, чем в этом году должно было быть. Чем коронавирусный фонд. Да, должно было быть потрачено коронавирусный фонд. И если даже Национальная служба здоровья заявляет о том, что с таким финансированием мы должны быть, будем там, со второго квартала уменьшить в 10 раз финансирование борьбы с ковидом. То есть, а что такое в понимании Национальной службы финансирования борьбы с ковидом? Это зарплаты медиков. Потому что через нее и закупки лекарств. Это то, что проходит через Национальную службу здоровья. И при этом в бюджете 150 миллиардов, вместе там со всеми госгарантиями и живыми деньгами, на волокобудивненство. Вы знаете, что в этом году на волокобудивненство, на самом деле, было потрачено около 120 миллиардов. Просто они были разбросаны по разным статьям бюджета. То есть, люди просто не понимают. То есть, нам рассказывают, что... Может, что-то действительно большое построили? Я вот сейчас... Большое, я не знаю. Денег-то столько же. Я, знаете, я когда бываю на эфирах с депутатами от «Слуги народа», или с какими-то политологами, в кавычках, которых обслуживают, они там же все ходят с одними и теми же темниками. Так вот, когда я начинаю говорить о циничности большой стройки, они все начинают там, выпучив глаза на меня, визжать и кричать, мол, вот, дороги, мы же строим дороги, это же очень важно, это же мы даем рабочие места. Я говорю, нет, подождите, ребята, кому вы даете рабочие места на дорогах, мы знаем, каким компаниям, да. Это все понятно, это раз. А во-вторых, я говорю, да, ну можно строить дороги, это очень замечательно, только поскольку вы приоритет даете дорогам, а не спасению жизни людей, то у вас будут прекрасные дороги, по которым вы будете людей на кладбище возить. Я говорю, вот так вот, вот это ваша философия волокого будивництва, вот так она выглядит. То есть, я говорю, знаете, украинцы, наверное, бы закрыли глаза и простили бы даже в какой-то степени Зеленскому и его команде воровство на большой стройке, потому что у нас вся власть всегда на чем-то пытается украсть, да. Но закрыли бы даже на это глаза, если бы вы не брали те деньги, которые должны пойти для людей на медицинские цели во время пандемии коронавируса, да. Вот это цинично, и люди это видят, да. Когда люди умирают, потому что, я повторюсь, нету кислорода в больнице, да, а вы им рассказываете про ваше, там, это, вылокое будивництво, о том, что мы вам строим, мы вам строим дороги и трассы. Я говорю, слушайте, ну так не стройте, отдайте эти деньги на медицину, это же важнее, человек должен быть в приоритете, а не дорога. Ну, опять же, на медицине сложнее украсть, потому что там не такие откаты, то есть сейчас на большой стройке там откаты доходят там 30-40%, ну так вы же посчитайте, и на эти цели в этом году 120 миллиардов пошло. Ну так посчитайте, сколько кто-то положил себе в карман. Я так понимаю, что зеленые товарищи, ну, я понимаю, почему они пакуются, потому что все летит в тартарары, и пока вот сейчас есть возможность, то есть пока еще есть живые деньги, которые можно паковать себе по карманам, пока не надо, ну, там еще остается там люфт времени до проведения досрочных парламентских выборов, для того, чтобы там с кем-то разделить ответственность, соответственно, и потерять монополию власти, а тем самым потерять доступ, ну, неограниченный к финансовым ресурсам, как сейчас у зеленых, да, то есть надо сейчас максимально напаковаться. Вот они пакуются, вот они с 2019 года как пришли, вот они пакуются. Срочно, поэтому срочная была продажа земли, потому что на этом зарабатывали. Легализация горного бизнеса, потому что кто-то за это платил и лоббировал эти интересы. Сейчас большая стройка коронавирусных фонд, то есть они пакуются, 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 и плевать им как бы на то, что падают их рейтинги, на то, что... Вот мне, знаете, нравится, когда говорят, вот вы что, ведь Зеленский переживает из-за своего рейтинга, и там, я говорю, да плевать ему на рейтинг, я говорю, он уже президент, он не собирается второй раз быть президент, он не плевал на свои рейтинги, когда его делали президентом. Тогда надо было корчить из себя, напрягаться, там, сниматься в сериале про Голобородька, корчить себя парня из народа, скрывать все, что можно, там, ну, корчить такого себе простого, там, чуть ли там, не знаю, ходить там в джинсах, в потертом свете, ну, так, слезы души. Знаете, помните, как он у себя в офисе, там, перед выборами, там, это-то, у них там эти были мозговые штурмы, вот такие, он же простой человек с народом, вышел за угол, там, сел, он сюда поехал. Ну, нам показывали такого вот Голобородька, да. Сейчас ему ничего не надо скрывать. То есть ему надо досидеть, ему надо досидеть до, там, конца своей президентской каденции. Дмитрий, но ведь досидеть, так, давайте вернемся к слову, вот, ухвачу за слово досидеть, потому что досидеть, это, конечно, очень хорошо, но это на самом деле тоже непростое дело. Потому что вот сейчас снова заговорили об очередном смене, об очередной смене кабинета министров. Я не знаю, честно говоря, что это даст, потому что я так понимаю, что это все равно так или иначе одна команда, один алгоритм подбора членов исполнительной власти, вот как-то так я это дипломатично назову. И по большому счету снова заговорили о перевыборах в Верховную Раду. Непонятно, что это даст, потому что если посмотреть на местные выборы, о которых вы хорошо и справедливо сказали, то по большому счету разница между, скажем, слугой народа, сколько там, приблизительно 17% по количеству депутатов, ну возьмем по количеству депутатов, да, затем что там, Батькивщина, затем там ОПЗЖ, затем там Европейская Солидарность, ведь по большому счету уже ни о каком контрольном пакете речи быть не может, даже уже в Верховной Раде. И тогда это вопрос коалиции, переговоров, договоренностей, и вот это все нас ждет, вы думаете, в следующем году, или все-таки не будет никаких досрочных выборов? Смотрите, значит, Зеленский, я его называю, так я, знаете, вторым Ющенко, они очень похожи, они имеют даже как клоны, я все жду, когда Зеленский начнет себе еще вот так вот рук, ну, манжетикой поправлять, как Ющенко любил. Но они очень похожи по психотипу. То есть Ющенко привели к власти олигархи, Зеленского привели к власти олигархи, Ющенко был слабый президент, его приводили к власти, зная, что он будет слабым и всем все даст, олигархам, да? И Зеленского с этой же целью приводили к власти. Ющенко досидел свои пять лет, несмотря ни на что, да? Ну, это правда, да. И Зеленский собирается досидеть свои пять лет. Ну, ушел бесславно он, пусть уж не обижается, Виктор Андреевич. И Зеленский хочет уйти бесславно, и Ющенко хотел уйти бесславно. Они свое, знаете, там наворовали, а дальше им надо, чтобы про них забыли, и никто про них не вспоминал. Почему Порошенко вынужден оставаться в политике? Потому что Порошенко понимает, что он не может уйти. Он должен оставаться в политике для защиты своих интересов. Ну, скажем так, потому что очень много у него врагов, несмотря на все договоренности, которые готовы с Петра Алексеевича пощипать все, что можно со всех сторон, а желательно у него все забрать. У Ющенко никто не хотел ничего забрать. Янукович понимал, что у него могут забрать, он готовился на второй президентский срок. Он с 2012 года создавал свою мини-олеграфию под видом семьи. То есть Янукович собирался защищаться. Ну, то есть у него был там свой план. Но мы видели, чем это все закончилось. Зеленский хочет поступить так же, как Ющенко. Он хочет помочь привести нового преемника к власти, олигархам, компромиссного. И чтобы ему за это дали спокойно уйти. Мало того, Зеленский, как и Ющенко, пять лет никого не хочет трогать, чтобы не нажить себе врагов. Ну, собственно, у него есть такие договоренности, что он никого не будет трогать. Но все равно. Он бы мог эти договоренности нарушить, но он тоже их не хочет нарушать. Поэтому олигархов он не трогает. Поэтому Порошенко он не трогает. Он никого не трогает. Но у Зеленского есть проблема. Та вещь, на которую не рассчитывали у Зеленского. Никто не ожидал, что будет монокоалиция. То есть никто в страшности у Зеленского и у олигархов не мог представить, что слуга народа получит 250 депутатов в 2019 году. Планировалась совершенно другая схема. Должен был стать президент Зеленский. Потом должны были быть проведены парламентские выборы. Слуга народа, они должны были завести самую большую фракцию. Потом Пинчук ввел с сателлитом голос. Они должны были вместе делать коалицию. Возможно, подтянуть туда еще какие-то политические силы. Создать вот такую вот большую коалицию а-ля как в 2014 году. И вот в рамках этой коалиции делить ответственность. И Зеленский бы сидел себе на Банковой и рассказывал историю о том, что я же так много хочу сделать. Но видите, есть коалиция. Я не могу продавить законы через парламент. Видите, коалиционный Кабмин. Я бы хотел, но не могу. Ну вот эти все байки, которые рассказывал Ющенко. Но ситуация вышла другая. И они получили монокоалицию. Ну да, конечно же, они этой монокоалицией сразу воспользовались и начали продавливать нужные себе лоббистские законы. Но они их уже все продавили. А теперь надо снимать ответственность. Надо снимать ответственность Зеленского. Потому что в глазах украинцев, какие бы политтехнологии не запускали на Банковой, все равно в глазах украинцев и парламент, и Кабинет министров ассоциируются с Зеленским. А как же снимать ответственность президента? Так вот, поэтому на Банковой готовятся досрочные парламентские выборы. Я так понимаю, то ли весна в реале, ну возможно это будет конец весны, но это не самый лучший вариант. Скорее, это будет лето. Летом, чтобы была минимальная явка. Потому что вот сейчас на местных выборах у Зеленского посмотрели, что благодаря минимальной явке они смогут все равно завести самую большую по размеру фракцию. Она не сильно будет отличаться уже от размера. Вопрос в другом партии. Зеленскому надо досрочные парламентские выборы и новая коалиция, коалиционный Кабмин и снять с себя ответственность. То есть я так понимаю, что планируется создание коалиции СОПОЗЖ. То есть вот этот вот тот вариант, который... Но это проблема для Зеленского? Это не проблема для Зеленского. Почему? Потому что на самом деле у них пересекается электорат, у них нет конфронтации между тем же Зеленским, между Медведчуком, между Слугой народа и ОПОЗЖ. У них очень часто даже похожие тезисы, с которыми они выступают. Но тогда автоматически будет кристаллизоваться совершенно другой электорат. И он будет отходить к совершенно другим людям от Слуг народа, с другим партиям. Зеленскому плевать. Зеленскому надо досидеть свой президентский срок. Ему все равно, какой электорат, куда, с кем там будет после досрочных парламентских выборов. После этого их уже не будет. До конца его президентская конденция. То есть досрочные парламентские выборы, а потом следующие президентские, на которые Зеленский не пойдет, оно ему совершенно не надо. Там олигархи за это время придумают нового приемника, придумают нам политика, который тоже всем будет очень нравиться. То есть это будет... Я подозреваю, что это будет какое-то очередное новое лицо. Ну, скажем так, это будет молодой политик из условно новых лиц, который не вызывает раздражения в целом по стране. Вы думаете, украинцы еще не наелись новых лиц? Слушайте, ну я страшно в стене не мог представить, что в 19-м году Зеленский станет президентом. Вот я честно. Оказалось, если промывать людям мозги со всех телеканалов, со всех утюгов, если олигархи включают всю агитмашину на полную программу, можно сделать президентом даже Зеленского. Как и напомню, в 14-м году можно было за 4 месяца сделать президентом Порошенко. С нуля, я напомню, его сделали президентом. Точно так же вам с нуля сделают новое какое-то лицо президентом, человека, который будет устраивать олигархов. Поэтому Зеленский, как и Ющенко, хочет сейчас досрочные парламентские выборы. Потом нам придумывают какой-нибудь, я уже это вижу, университет национальной едности 2. Мы это все уже... Мы помним этот момент подписания торжественного. Помните, когда наша Украина вынуждена была там входить... Нет, не так, они не входили в коалицию, а Ющенко был вынужден выдвинуть к кандидатуру Януковича в премьер-министры и поделить Кабмин, создать, поделить места в Кабмине, где там были люди с нашей Украины и от партии регионов. Все это прикрыли универсалом национальной едности, о том, что не время ссориться, мы должны работать во благо страны, бла-бла-бла-бла. Ну это мы все. Кстати, президент тоже предложил перестать выяснять отношения и даже назвать слово незалежность писать с большой буквы. Правильно. Ну это же все подводится. Это все подводится. Поэтому будет потом какая-то там коалиция, универсалом национальной едности, бла-бла-бла, и это все вот это. Потом они все объединятся. Мало того, у Зеленского поджимает время по выполнению обязательств перед товарищами с России. Ну потому что он же набрал на себя обязательств перед Путиным по выполнению минских соглашений. Подождите, кстати, мы же должны вот снова, подходит же срок, переголосовывать особый статус? Ну это переголосуют, но вопрос не будет. Да, вы думаете, что переголосуют? Да, конечно, проголосуют. А кто переголосует? Я не знаю. И служи народа проголосуют, что по зажатым все понятно. Вопрос в другом. Это же все оттягивание времени. То есть Зеленский обязательств набрал, и они продолжают, ну и сколько, это было там декабрь 19-го года. С этого времени прошел год, а ничего не продвинулось. Зеленский там через Ермака рассказывает нашим российским друзьям в кавычках истории о том, что я же ничего не могу сделать, у меня не хватает голосов для выполнения минских соглашений. Вот не хочет фракция «Слуга народа» голосовать, а у представителей, это я вам сейчас скажу, этого российского триколора, условно, пророссийских фракций, голосов не хватает. Если там условно полфракции «Слуга народа» проголосует, вместе с ОПЗЖ, все равно голосов не хватит. Поэтому, говорит, они рассказывают Кремлю, вот сейчас мы проведем досрочные выборы парламентские, ОПЗЖ заведет туда там условно депутатов 120, плюс часть пророссийских депутатов будет в «Слуги народа», и мы все проголосуем уже. Но в следующем созыве парламента. Сейчас мы не можем, нам там «Соросята» мешают, нам там мешают, не знаю, «Порошенко» мешает нам, кто там еще, кто им там еще может мешать, «Голос» им там мешает, не знаю, «Батьковщина» мешает, не знаю, «Байден» им лично мешает проголосовать. Ну, в Кремле это все как бы понимают. Ну, то есть все эти сказки. Но, смотрите, сам факт того, что продолжается перемирие на Донбассе, подтверждает существование договоренности с Россией. Потому что, если бы не было таких договоренностей, никто бы там не соблюдал это перемирие. Все бы давно уже все бы там стреляли и так далее. Но, надо показывать вот это вот перемирие, чтобы потом с него плавно перескочить на выполнение минских соглашений. Тогда Зеленский будет апеллировать к этому перемирию, будет говорить, «Видите, ну, на Донбассе же не стреляют, значит, я же договорился, значит, как этот, фактор безопасности соблюдается, значит, мы можем через парламент голосовать за минские законы. Но это уже будет на следующий, ну, как бы, следующий созыв парламента. Потому что, через этот они не могут протащить минские законы. Мало того, То есть, это станет еще одной причиной, с вашей точки зрения, вот, досрочных выборов? Это тоже. Потому что надо выполнять обязательства перед Путиным. То есть, первое, это желание Зеленского снять с себя ответственность политическую. То есть, для того, чтобы Зеленского досидеть до конца своего президентского срока, ему надо снять с себя ответственность. Как сделал Ющенко в свое время. Ющенко постоянно разводил руками и говорил, «Я ничего не могу сделать, потому что есть он, сначала у него был страшный премьер Денукович, который мне все мешал, ему мешал делать, потом у него был страшный премьер-министр Тимошенко, который ему все мешал делать, а я же, видите, все руки ничего накрал, зачем мне ваш вонючий газ? вот это вот, все вот эти басни, мы помним, да? И в принципе, вы обратите внимание, что какой был запрос на изменения в стране, когда приходил к власти Ющенко, на справедливость, на наказание там попорядников, и как спокойно, технично в 10-м году Ющенко ушел в нем, бытие. Мало того, у него было, там не оставалось рейтинга, но на него никто не злился, то есть от него никто ничего уже не хотел, все махнули рукой, и никто не хотел, знаете, его наказать. То есть никто от него ничего не знал, и поэтому не стал... И он также по такому же сценарию хочет спрыгнуть, как говорится, от всего, что происходит в стране, ну потом, в итоге, Зеленский. Поэтому ему надо новая коалиция, ему нужен премьер-министр, желательно, представитель УПЗЖ, на которого он будет показывать пальцем, рассказывать, вот вся ответственность за провалы экономики лежит на них, я хочу принимать там хорошие законы, я хочу бороться с коррупцией, я хочу все хорошее, я хочу снизить тарифы, они мне мешают, ну все вот эти все басни рассказывают, потому что сейчас не получается, потому что когда он транзитил ответственность на Гончарука, все понимали, что Гончарука назначил он, и Гончарук это фунт, и решения все принимались на банковые. Со Шмыгалем та же история, он тоже фунт, то есть на него не перекинешь ответственность. Был вариант, например, назначить, премьер-министром Тимошенко, ну это страшно, потому что, а Тимошенко не фунт, она не будет выполнять указания банковые. То есть тут можно было бы играть по тому же сценарию, как Ющенко пытался там, но Тимошенко самостоятельный политик, и Тимошенко начнет что-то делать, и тогда у общества начнется возник вопрос, зачем нам тогда президент, который ничего не делает. Ну то есть они ее боятся, поэтому не могут разыграть такую схему. Поэтому Шмыгаля же не хотят менять. Нет смысла менять Шмыгаля на нового фунта, потому что Шмыгаль пойдет пинком под зад вместе с Кабмином, и уже это в преддверии досрочных парламентских выборов. Чтобы сыграть потом на какое-то поднятие рейтингов. Выгонят Шмыгаля, который не выполнил обязательства. Шмыгаля будут пинками выгонять за провал борьбы с коронавирусом, за введение локдауна, за то, что он не выплатил по 8 тысяч гривен, которые сейчас предпринимателям обещает президент, за то, что у него очки не такие, лицо скучное там. Ну вот это все, полный комплекс всего. Из-за этого они будут рассказывать, вот все шмыгаль, шмыгаль, шмыгаль. И в принципе, после этого они будут разыгрывать формирование нового Кабминета министров, у них не найдется голоса за нового премьера, вот этот они балаган будут разыгрывать, а после этого президент стукнет кулаком по столу, скажет, все, я все, балостово закончила, значит все. Все не оправдали. И фракция моя не оправдала доверия, и парламент не оправдал, все, я вас всех разгоняю. Мало того, президент же будет сливать, грубо говоря, в унитаз свою фракцию. То есть слуга народа там же будут чистить процентов на 90 всех, выгонять всех этих товарищей. Я даже не удивлюсь, если, ну я не знаю, хватит у них времени или нет, переименовать ее в что-нибудь а-ля там за какой-нибудь там блок Зеленского, ну что-нибудь такое, чтобы в списке, ну именно фамилия Зеленский фигурировала, для того, чтобы, ну, больше людей проголосовало. Возможно, они ее даже переименуют. Но вот эти все депутаты, вот эта все, вот эта вся тусовка там, все пойдут пинком, все, ну, всех, все токсичные, все будут вылетать оттуда. Там все эти Соросята, там люди Коломойского, и так далее. Хотя, может, и не будут вылетать. Потому что, я так понимаю, что в новом списке «Слуги народа» дальше уже будут просто, ну, как бы, места за деньги покупаться, как мы увидели на местных выборах, где франшизу там «Слуги народа» покупали, ну, там, отдавали, просто, ну, продавали в регионах направо-налево. То есть в этот раз можно заработать уже было. В 19-м сложнее было заработать? Может, сейчас. Но опять же, скорее всего, люди Коломойского тоже там будут. Кстати, по поводу Коломойского. У Коломойского же есть еще один проект, который войдет в эту коалицию «За Майбутне». Это по поводу того, с кем формировать коалицию. То есть туда, там, условно, «Слуги народа», «ОПЗЖ», «За Майбутне», они же у нас эти хозяйственники, хозяйственники, которые там за экономику очень переживают. Вот слепят вот такую вот тусовочку. Дмитрий, вот все, может быть, было бы и хорошо, но тут же появляется еще и внешний фактор. Внешний фактор, он так выглядит, как устрашающий. Тут и международный валютный фактор, фонд. И, наверное, все-таки президентом Америки становится Байден. Ну, пока, по крайней мере, так выглядит больше вероятности, если уж не произойдет что-то там из рук вон выходящее. Если он опять не упадет вместе с собакой, как он... Это вы вот жестоко просто шутите, но тем не менее. Ну, почему? Ну, он Буш младший, он бубликом подавился в свое время, а Клинтон вообще даже тут неприлично в суе вспоминает, чем занимался. Ну, как бы, ну, американские президенты очень, как бы, колоритные в этом плане. Да. Так вот. Так вот, я просто хочу вернуться к этой теме, потому что, вот, как вы считаете, это же очень интересно, я даже, может быть, немножко хотела бы перебросить мостик вот той вашей теме, о большой сделке. Это на самом деле интересно, потому что, может быть, снова появится повод говорить о большой сделке, потому что ведь Байден это, скорее всего, геополитика, это, скорее всего, глобализм, это, скорее, возвращение к привычным межгосударственным договоренностям, играм, понятным, стандартным классическим политикам, потому что Трамп, он во главу угла все-таки ставил экономику, наверное. Ну, может, вы меня сейчас поправите. Вот поэтому в этом смысле считаете ли вы, что приход Байдена, его команды, людей, которые входили в окружение Обамы, все-таки несколько по-другому заставит себя чувствовать и украинских руководителей, потому что они увидят такое око, контролирующее око, вот, или, не знаю, вот, мне просто интересно, как бы вы сейчас, и возвращаетесь ли вы иногда, но интуитивно, к теме большой сделки, если говорить о Байдене? Ну, смотрите, значит, сделка между Соединенными Штатами и Россией была еще до большой, при демократах, потому что я напомню, кто Крым Путину отдавал? Обама, а кто был у него вице-президентом? Байден, ну. Поэтому с демократами у Кремля отличные отношения, такие же, как и с республиканцами. Мы можем копнуть еще глубже, мы можем вспомнить отношения Советского Союза с Соединенными Штатами. И тогда, на самом деле, несмотря на вот этот вот холодный занавес, железный занавес, холодную войну, вот эту всю вот эту вот имитацию, да, все равно существовали договоренности геополитические, да, которые были начаты еще с Ялтинской конференции 45-го года, по разделу Европы. Были договора по сокращению оружия, по сдерживанию и так далее. Да, это так. Все время существовали договоренности между Соединенными Штатами и Россией. Где-то они были очень запрятаны, да, где-то их можно было более-менее публично проследить, где-то можно задним, как бы уже, знаете, уже анализируя историю, понять, где конкретно стороны по каким вопросам договаривались, потому что это скрывалось там, ну, там, за семью печатями, там, да, ну, всегда существовали договоренности между крупными игроками, потому что, ну, вот так, вот, и это же только не вопрос там Соединенных Штатов и России. И до этого, в предыдущие века всегда существовали какие-то договоренности. Поэтому все вот эти вот разговоры о том, что вот сейчас придет Байден, что-то поменяет, там, Путин в ужасе, что там, болеет в Кремле, это потоки бреда как-то распространяется, что он, Паркинсон, или не знаю, что... Ну, между прочим, западными средствами массовой информации распространяются. Слушайте, знаете, я же, вот здесь хорошая украинская поговорка «Дурань, думка, богати». Вот это про все наши средства массовой информации и про людей, которые сидят, знаете, вот, одни ждут смерти Путина, вторые ждут смерти Трампа. Бред. Но есть реальная политика, и она заключается в том, что у Кремля отличные отношения, как были с администрацией Обамы, потом были с администрацией Трампа, и эти отношения заключаются только в том, что стороны постоянно торгуются. Ты мне, я тебе. Что ты мне дашь там? По Украине вопрос уже решен. Украина относится к сфере влияния России. Даже при Байдене? Вы считаете, что вот эта ваша точка зрения будет верна и при Байдене? Я вам скажу больше. При Байдене мы еще Минские соглашения до конца доведем. Потому что я напомню, Минские соглашения, кто был президент Соединенных Штатов и его вице-президент, когда Минские соглашения подписывались. Вы думаете, что не консультировался Порошенко с Соединенными Штатами по поводу Минских соглашений? Без ИОН в 2015 году, зимой, Соединенные Штаты лоббировали резолюцию по поддержке Минских соглашений. Кто? Соединенные Штаты. То есть согласованы были Минские соглашения между Соединенными Штатами и Россией. Поэтому тут все вот эти разговоры о том, что кто-то сейчас что-то будет пересматривать, но это смешно. Дальше. Крым. Вы думаете, что без согласия Соединенных Штатов Путин полез бы в Крым? Нет, конечно. Потому что вот забирай Крым. Но в обмен Соединенные Штаты получили что-то. Что Соединенные Штаты получили? В Сирии они что-то получили, еще где-то. То есть Россия куда-то опять не лезет. В какие-то там сферы влияния Соединенных Штатов. То есть люди играют как бы геополитическими масштабами. Они странами, ресурсами, регионами обмениваются. Пока мы живем в нашем каком-то мире, я не знаю, то есть как далеки мы от понимания глобальных процессов, ну я говорю про простых людей. Когда мы вот Соединенные Штаты нас спасут. Поэтому опять же Ну есть хорошая фраза, за границей нам поможет. Поэтому придет Байден и скажет, Украина должна выполнять Минские соглашения. Вы это все увидите, это все будет понятно и с подачей Соединенных Штатов мы торжественно будем их выполнять. По поводу взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией про Байден ну вот они будут так же имитировать какие-то конфликтные ситуации. Но при этом кулуарно договариваться. Но у них не будет такой, знаете, там большой сделки, условно, как ее называют, как было с Трампом. Но будет у них там, конечно, большая сделка два. Там что-то поделят. Мало того, проблема же с Трампом в чем заключалась? Что Трамп тоже набрал обязательств перед Путиным, когда они договариваются. А многие из них он не смог выполнить. Ему там мешали республиканцы, демократы. И просто Трамп такой, знаете, политик, он несерьезный. Вы видели, что в последние годы Путин даже перестал с ним встречаться. Потому что Путин понял, что Трамп такое, знаете, больше много слов молодело. Нет, какие-то вопросы они вместе решили. Но опять же, они эти вопросы решили, все основные вопросы они решили в 17-м, до весны 18-го года, когда госсекретарем был Тиллерсон. Вот пока Тиллерсон эти вопросы решал, опять же напомню, по Сирии, где вместе они выгодяли ИГИЛ, по КНДР, где нам сделали торжественное братание между двумя Кореями и между Трампом и Ким Чен Ином и так далее. Вот эти два вопроса. Пока Тиллерсон этим занимался, оно продвигалось. Когда Трамп от Тиллерсона избавился, все заглохло. Потому что Трамп на самом деле с него плохой менеджер. То есть, да, он веселый дядя, но если мы посмотрим на всю историю жизни Трампа и на его менеджерские решения, я не вижу на них ничего гениального. С Байденом легче иметь дело, потому что Байден, он как бы все-таки кадровый дипломат, я думаю, что в тех вопросах, где он будет какие-то обязательства перед Путиным брать, он будет их выполнять. И опять же, вот мы оцениваем все с точки зрения противостояния, что кто-то, с кем-то, но нет на самом деле никакого противостояния, это все имитация. То есть, все, что мы видим противостояние между Штатами и Россией, кстати, как между Штатами и Китаем, но это все пока что, и слава Богу, на самом деле, это все имитация противостояния. И мы должны радоваться, что это имитация. Хуже, если бы это были какие-то конфликты, где стороны уже старались по беспределу играть, это бы закончилось мировой войной. А так это все имитация. Дядя поделили между собой мир, это моя сфера влияния, это моя сфера влияния. Мало того, им надо показывать это противостояние, потому что на вот это противостояние же списываются все проблемы. То есть, и в Соединенных Штатах списывают проблемы, и в России. То есть, в России же Путину, чтобы находиться при власти, постоянно надо показывать кругом врагов. Соединенных Штатов, я не знаю, много, там сотни миллиардов идут на военные бюджеты. Как объяснять обществу, почему мы должны тратить сотни миллиардов. Ну как, враги же кругом. Он, Путин, там, может напасть, там, Си Цзиньпинь может напасть. То есть, это вопрос политтехнологий и вопрос больших денег. И вопрос, там, политической борьбы или удержания при власти. То есть, это выгодно, потому что, если бы все, там, ходили, обнимались, целовались, то общество бы в этих странах начинало бы интересоваться внутренними проблемами. Например, там, в России, да, почему мы не так хорошо живем. Сейчас же, ну, можно пояснить, почему мы не очень хорошо живем. То есть, вы хотите сказать, что технология маленькой победоносной войны кочует просто из десятилетия в десятилетие. Имитации маленькой. Я говорю, что, слава богу, имитации, что после первой и второй мировой войны все-таки, знаете, эти кукловоды, стоящие за владельцы капиталов, да, крупного, потому что, на самом деле, это те люди, которые принимают решения. Вы же понимаете, что в Штатах не Байден принимает решения, а представители крупного бизнеса. Вот они принимают решения. Они там Байден, да. Так вот, наиграв, что после первой и второй мировой войны все-таки, ну, слава богу, люди сделали вот эти вот большие дядьки вывод, что войны нам, ну, как бы, глобальные не нужны. Мы будем имитировать вот эти вот конфликты. Не, ну, где-то можно там пострелять, ну, там подальше, там в Сирии, там полигончик устроить, не знаю, в Вьетнаме каком-нибудь, ну, где-то там, в Украине, кстати, можно там тоже устроить полигон, там, если что, ну, то есть подальше только от себя, но без глобальных войн, ну, чтобы не было необходимости использовать ядерное оружие. ну, поэтому, когда Путин сказал, дайте мне Крым, ну, штаты сказали, ну, бери себе Крым. Ну, не будут же Соединенные Штаты вступать в открытую конфронтацию с Россией ради защиты, там, части Украины. Да плевать им на Украину. Что для них Украина? Это просто, ну, как бы, в масштабах Соединенных Штатов, то есть тех денег, которые есть в Штатах, да, этих капиталов, Украина это ничто. Ну, да, есть в Штатах, там, определенные, там, какие-то, там, условно, там, олигархические, там, группы, которые, ну, заинтересованы в том, чтобы, там, зарабатывать в Украине, использовать Украину, там, определенную, там, сырьевую базу, ну, там, зернотрейдеры, там, ну, и так далее, которые, там, зарабатывают, ну, это все. То есть, а больше Украины их совершенно не интересует. Это тот же Байден, он тут банально с помощью своего сына просто зарабатывал здесь деньги. Я хочу сказать, что он здесь в Украине на коррупционных потоках, на компании Борисма, Байден с семьей заработали больше, чем они могли бы заработать в Соединенных Штатах. Потому что там же, все-таки более прозрачные деньги проходят. А здесь проходили, ну, как бы нормальные коррупционные потоки, где семейству Байдена просто банально платили за крышевание. Ну, как это говоря, простым, простым языком. Поэтому, если, ну, но тогда Байден был вице-президентом. Соединенные Штаты и вице-президент это никто. По статусу. Ну, никто это вы загнули, конечно. Нет, это человек никто. Это человек, не имеющий никакие полномочия. Какие полномочия имел вице-президент Пенс при Трампе? Никаких. Он какие-то решения мог принимать? Нет. Вот, когда Байден был вице-президентом, он мог себе позволить играться в Украине и тут зарабатывать деньги. Сейчас он президент Соединенных Штатов. Это уже другой статус. Поэтому, скажем так, ему уже это все, ну, как бы, неинтересно. Здесь, скажем, договариваются с какими-то там, грубо говоря, с украинской, там, с украинской элитой о том, что я вам что-то тут, там, помогу, а вы ведете моего сына в наблюдательный совет, очередной какой-нибудь компании, и будете платить. И отсюда мы приходим к теме внешнего управления, которые у нас любят обсасывать все и рассказывать о том, что Украина находится под внешним управлением. Не находится Украина под внешним управлением. Страшнее ситуация, когда внешнее управление, понятно, кто враг, и понятно, как от него избавиться. У нас, другая ситуация, у нас украинские политики деребанят страну, прикрываясь внешним управлением. Вот что самое страшное. Потому что, когда нам рассказывают о том, что нельзя нормально договориться с Международным валютным фондом, я говорю, не надо врать. Можно. Был пример Тимошенко. Она договорилась о нормальных условиях. И никто людям не поднимал тарифов 12 раз. Ну, это правда. Когда рассказывают, что нельзя договориться о реструктуризации долгов с Международным валютным фондом, я говорю, это тоже вранье. И так далее. Когда рассказывают, что мы не можем обойтись без кредита МВФ, я говорю, и это вранье. Потому что в размерах, например, бюджетного дефицита это копейки. Мало того, Международный валютный фонд не пишет никаких условий. И это тоже все вранье. Мы приходим со своим вариантом меморандума. МВФ интересует один вопрос. Сколько мы на вас можем заработать? А? И с чего вы будете возвращать деньги? И если Порошенко, там, вместе со своим другом Яценюком, и же с ними, да, брали там деньги МВФ и говорили, мы показывали бюджет и говорили, значит, у нас вот такие вот затраты, да, мы сейчас 12 раз повысим тарифы людям, уменьшим вот эти вот затраты. Сделаем медицинскую реформу, перебросим все медицинские учреждения на баланс местных органов власти, тут уменьшим затраты. Не будем повышать зарплаты пенсии, тут уменьшим зарплаты. И вот этот вот освободившийся ресурс, мы с этого ресурса будем вам потом возвращать долги. МВФ говорит, ну окей, давайте прописывать это в меморандуме. Мы сами это прописываем, а потом это подписывает президент, премьер-министр, глава Носбанка, а после этого мы начинаем рассказывать, Международный валютный фонд заставил нас поднять тарифы. Международный валютный фонд заставил нас провести реформу Супрун. Но это же вранье, это неправда. Это мы это сами делаем. Поэтому я же говорил, что дальше, какие-то соросята, так называемые, которые везде всем управляют. Я говорю, подождите, значит, не трогайте дедушку Сороса, давайте называть их не соросятами. Это люди, работающие на Пинчука. Причем-то с Соросом. Да, Пинчук там связан по какой-то линии с Соросом. Но вот эти все люди, они к Соросу никакого отношения не имеют. Они работают на Пинчука, они лоббируют его интересы. Это, знаете, это юные пинчуковцы, я их называю. Исключительно пинчуковские интересы они. Причем-то с Соросом. То, что Пинчук мастерски с помощью СМИ замылил эту тему и с помощью наших друзей, товарищей смог придумать соросят. И теперь все воюют с Соросятами. Не с Пинчуком. А почему тут Пинчук? Ну, это все Соросята, это все Сорос, да? Но нету Соросята. Я говорю, даже те гранты, которые проходили условно через фонды какие-то связанные с Соросом, они здесь тоже в итоге спонсировали с Пинчуком. То есть это все люди связаны с Пинчуком. Грубо говоря, тоже Гончарук. То есть это был, ну, там, когда назначался первый кабмин, там, Гончарук и компания. Да, эти люди тогда лоббировались с Пинчуком. Там, грубо говоря, Пинчук получил своего премьер-министра. В следующем кабмине Ахметов получил своего премьер-министра Шмыгаля. Ну, так-то... Череда Коломойского выходит? Как-то есть. Да, Коломойский вообще он... По чередоваться. Коломойский вечно обиженный. Знаете, он его... Он всегда считает, что он больше всех сделал для того, чтобы привести каждого президента к власти. И меньше всех в итоге получает. Он все время возмущен этим вопросом. Хотя, опять же, ну, как меньше всех? Ну, они же вместе с Порошенко раздеребанили Приватбанк. Ну, вывели оттуда 5 миллиардов долларов. Ну, так-то... И никаких там расследований, ничего. Заработали же. Ну, как бы... Ну, просто у Геория Валерьевича тоже аппетиты, как бы, очень большие. И все же знают, что Игорь Валерьевич еще столько дай своего премьер-министра. Так он же потом начнет рассказывать. Это только мне, еще мне, опять мне, все мне, и все мне, и опять... И давайте мне еще, еще, еще. Ну, то есть, Ахмедов же все-таки, ну, как-то, поскромнее старается вести. Ну, Пинчук там тоже шифруется. Поэтому, да, есть у нас определенные там интересы демократической партии. исключительно демократической. Республиканцы вообще в Украину не лезут. Ну, то есть, там, посольства Соединенных Штатов, там, условно, там, политики с демократической партии, но, у них исключительно шкурные интересы. Где в Украине можно заработать? Потому что они понимают, что они в Украине на каких-то коррупционных схемах, здесь у нас, могут заработать больше, чем у себя в Соединенных Штатах. Ну, так им все равно, так они, знаете, сегодня условно саросята в Украине, завтра они в Аргентине саросята, послезавтра они в Венесуэле саросята, послезавтра они в Сирии саросята, там, везде где можно заработать, ну, так, понятно, что там люди, но, рассказывать о том, что Соединенные Штаты нам навязывают, заставляют и так далее, это все бред. Это наши политики, которым выгодно прикрываться этим внешним управлением, то есть, люди, которые, я же повторюсь, в кризис просто распродают страну, кстати, тому же Западу распродают, а почему бы не распродать украинскую землю, у нас в Западе много желающих купить ее за копейки, но главное при этом рассказать, что это же внешнее управление, нет, вы сами берете и продаете, но при этом снимают с себя ответственность, кстати, так делал Порошенко, он же первый вот эту придумал историю, почему Порошенко там всяких иностранцев Кабмин назначал и прочих, да, это же транзит ответственности, то есть, всегда можно было сказать, что, ну как, это же не Порошенко тут деребаном страны занимается, это вот западные кураторы и все такие, ну что с Порошенко взять, да, мол, он же тут просто пешка, вот это все западные кураторы, вот они все тут, так вот, это прекрасный механизм снятие себя ответственности, и Зеленский тем же самым пользуется, точно так же, рассказывает о том, что МВФ требует, эти, там, не знаю, сейчас у них Байден будет требовать, и так далее, ну прекрасно, но мы же должны понимать, что исключительно наша власть нас грабит, нас не грабит МВФ, не МВФ поднимает нам тарифы, не МВФ лезет в наши карманы, не МВФ деребанит коронавирусный фонд, не МВФ землю продает, и так далее, да, это делают наши тут, на местах, да, возможно, в интересах западных структур, ну и скорее всего в интересах, но это взаимный интерес, это не приказ, как у нас хотят показать, там, запад приказал распродать Украину, Зеленский взял под козырек, нет, Зеленский пришел к власти, вместе с олигархами, и сказали, а теперь мы устраиваем распродажу Украины, что-то купить, вы готовы купить? А вы? И все сказали, ну и на западе, да, сказали, мы готовы покупать, вот отлично, давайте, что вам продают, хотите Укрзалезницу, там, да, Укрпочту, мы вам продали, пока еще не продали, ну пока еще не продали, хотите там газотранспортную систему, хотите, что вам еще там, землю и так далее, ну вот так это происходит, я напомню, что когда принимался закон о продаже земли, никто из западных политиков не поддерживал этот вопрос, это была чисто украинская, украинская тема, которая лоббировалась здесь офисом президента, пинками продавливали, через парламент, офис президента, но не было заявлений, какого-нибудь там, не знаю, посольства Соединенных Штатов, мы требуем, чтобы Украина продала землю, или Международный валютный фонд не выходил с такими заявлениями, поэтому распродажа страны, особенно в это кризисное время, это исключительно инициатива Зеленского, который набивает свои карманы, а почему выгодно западным структурам еще при этом продавать, потому что это круговая порука, так как сделал Порошенко, почему он вот контактировал с Байденом, и по многим вопросам ему помогал, потому что, ну, если ты контактируешь с кем-то из западных политиков, а тем более, если ты им, их включаешь в коррупционные схемы, но они тебя уже будут прикрывать, естественно, ну, так это работает, ну, как всегда, ну, как везде, да, если у нас, ты хочешь что-то распродать, ты должен в долю взять, там, правоохранительные органы, ну, там, условно, там, СБУ, полицию, прокуратуру, судей, то есть, все должны быть в долях, точно так же работает распродажа страны, только в долю берутся представители западного, а еще лучше, кто-то из западных политиков, которые потом будут это прикрывать, и потом, когда начнутся, там, условно, какие-то политические репрессии, но они у нас никогда не начинаются, ну, там, в основном, но если, то этот западный политик уже, как бы, вынужден будет прикрывать этого украинского политика, поскольку он с ним был, там, в доле, по каким-то схемам, потому что, а хрен он знает, что он потом расскажет, этот наш украинский, украинский политик, поэтому надо его прикрывать, вот так оно работает, поэтому, нет никакого внешнего управления, это все сказки, есть, скажем так, есть украинские политики, которые свою страну распродают, грабят людей в кризис, и это самое страшное, говорю, лучше бы было внешнее управление, потому что тогда было понятно, с кем бороться, а здесь непонятно, потому что здесь все сидят свои, вот что самое страшное. Дмитрий, спасибо вам огромное, мы рады были вас видеть. Дмитрий Корничев был сегодня гостем прямого эфира на Украинской ФСВ, за что мы его очень признательны, и, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другому партнеру, медицинскому центру призма, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok